Карамба ТВ представляет Здрасте вам, ненаглядные мои маньяки, насильники, убийцы собственного времени! Если вы не смотрите на календарь, то могу заверить вас, что третье лето уже благополучно проёбано! А значит самое время срочно пойти в качалку, ну чтобы персов своих прокачать! И на пляж с ноутбуком, ну чтобы мамка не припахивала всякими ненужными заданиями! То есть самое время присматривать новые игрушечки, чем мы с вами сейчас и займёмся! BioWare спиздит основные системы геймплея для Mass Effect 4 из Dragon Age Inquisition, ибо в падлу клепать всё с нуля! 2K Games собирается прочно подсадить фанатов The Bureau XCOM Declassified на сюжетное дополнение после релиза игры! Разработчики Quantum Break решили сделать слепки зубов актёров проекта, чтобы доставить небывалый уровень реалистичности своего научно-фантастического игросериала! Creative Assembly придумала задачку себе на голову — реализовать распиздастую новомодняцкую систему политики в Total War Rome 2! Ubisoft поднасрала PC-геймерам! Assassin's Creed 4 Black Flag выйдет через несколько недель после релиза игры на консолях! Techland решила рассказать об уникальности своего нового проекта Dying Light! Зомбяки теперь не зомбяки, а инфицированные! И от них надо будет убегать! CD Projekt будет долго и беспощадно! Растаривать дополнения PC-версии игры Ведьмак 3 халявные дополненьки для консолей также возможны! И на сладкое релизы... Релизы и... Релизы! Для ускорения разработки новой части Mass Effect команда BioWare решила пойти на принцип и спиздюханить основные игровые механизмы. И причем стырить их было решено у BioWare! Ха-ха-ха! Разработчики признались, что позаимствуют из Dragon Age Inquisition ядро геймплея, чтобы не начинать делать все с нуля и побыстрее закончить Mass Effect. По словам разработчиков, первый том документации для нового проекта уже готов, а значит совсем скоро, не пройдет и несколько десятков месяцев, разработчики выпустят новую Mass Effect в свет! Заебак! Команда 2K решила долго и упорно поддерживать The Bureau X-Com Declassified дополнительным контентом. Вместе с анонсом предварительных заказов появилась и первая информация о дополнениях. Разработчики собираются продолжать развивать сюжетную линию, пополнять игру новыми миссиями и вся хуйня! В первом из дополнений, которое появится в виде бонуса для предзаказа, игрокам доведется выяснить, с чего вдруг радиосвязь с секретным правительственным агентством прекратилась. Можно подумать, что никто не знает ответ. Ха-ха-ха! Пришельцы, блядь! Однажды безумные ученые начали ставить безумные эксперименты, которые, ни за что не догадаетесь, пошли не совсем так, как ожидалось. Вот это, бля, неожиданный поворот! И все это привело к появлению нового трансмедиапроекта под названием Quantum Break. Как поведали разработчики, двое главных героев получили уникальные возможности управлять временем. Вселенский баланс был нарушен, и теперь во всем мире происходит неведомая хуета. Что примечательно, разработчики в плане реалистичности настолько зациклились, что отправляли актеров делать следки зубов у дантиста, чтобы потом перенести каждую корресную дырку в игровой мир. Политические интриги, скандалы и расследования стали не только распиздастой новой фишкой Total War 1-2 для геймеров, но и головной болью для разработчиков. Ради того, чтобы наглядно показать стервозных и истеричных членов Римского Сената, разработчики ебались долгие и долгие месяцы. В итоге фанаты серии получат абсолютно новую часть Total War, где дипломатия и политика будут играть одну из ключевых ролей, балансируя весь геймплей. Команда Creative Assembly также отметила, что Rome 2 станет самой распрекрасной и огромной игрой за всю историю серии. Да и студии тоже. Карта игрового мира будет аж в четыре раза больше карты первого Рима. О, пиздахуенчик! Это кто к нам такой пришёл? Ути-пути, идиотики мои ненаглядные! Идите в свой уголок! Дядуля! А что слышно про Sirius M4? И выйдет ли он? Судя по всему, выйдет! Пиздомордик ты мой ненаглядный! Разработчики официально анонсировали официальный тизер. А значит официально выпустят официальную игру. Третьего Сэма приняли на ура. Поэтому нет ни единой причины отказываться или слишком долго затягивать разработку четвёртой части шутера. Игра вроде как выйдет в 2014 году, и действие вроде как будет развиваться уже не в Египте. Но это если посмотреть на картинку-тизер с изображением Эйфелевой башни. Дядька! А GTA V будет только на текущем поколении консолей? Или на грядущем тоже? Ахуих, простыш, этих рокстаровцев! Раньше, когда у главы Rockstar спрашивали, появится ли GTA V на консолях нового поколения, он отвечал коротко. Нихуясеньки! Мол, мы такие распиздастые, что ебали в рот новые консоли. И будем выпускать самую заебатую игру для Xbox 360 и PlayStation 3. И не ебёт! А вы, мол, продолжаете идти на поводу Microsoft и Sony. Всё равно будете играть в GTA V. А сейчас... Сейчас Rockstar молчит! Ха-ха-ха! И молчание в этом случае, вероятно, не значит согласие! Невинная ты моя жертва экспериментов по забиванию гвоздей в череп! И, кстати, специально, чтобы обломать кайф всем писюнам! Rockstar официально не анонсировала GTA V на 5! Отмотайте на 5-10 секунд назад для получения полного ощущения острого жжения в заднице! Не-не! Вы оставайтесь в уголке! А мы пойдём дальше! Ubisoft взяла и поднасрала обладателям PC-платформы! Ха-ха-ха! Релиз Assassin's Creed 4 Black Flag по каким-то неебически, таинственным причинам отложили! Благо, выход игры перенесли всего на несколько недель! Но всё же, теперь игра сначала появится на Xbox 360 и PlayStation 3! И только потом выйдет на распиздастые сансоли нового поколения! И PC! Ха-ха-ха! Самые наивные полагают, что Black Flag перенесли, чтобы подогнать PC-версию под новый стандарт качества! Ха-ха-ха-ха! Разработчики заверили геймеров, что компьютерная версия игры является одной из основных платформ разработки игры! Якобы можно не... стать! Однако представитель всё же не уточнил причины задержки у Ubisoft! Команда Techland решила просветить геймеров в их невежестве и трогладитстве! Оказывается, Dying Light будет не просто игрой! С непростыми зомбяками Вы только посмотрите Это же не зомби Это инфицированные Охуеть Я и не подозревал даже Что же касается необычности игры Разработчики отчаянно стараются Привнести в жанр Новые идеи геймплея Одна из таких идей Игра в салфе С необычными зомбяками С элементами паркура Пока во всех остальных играх Геймеры хуячат Мозгоедов направо и налево В Dying Light Можно будет Убегать Необычно, правда Причем разработчики постарались Сделать открытый мир таким Чтобы не было в нем Слишком глубоких ям Откуда выбраться будет нельзя Шеки CD Projekt В очередной раз порадовали геймеров Своей преданностью PC-платформам Разработчики заявили, что все Дополнения к третьему Ведьмаку на PC появятся БЕСПЛАТНО Есть также вероятность, что Обладатели приставок также Получат дополнения бесплатно Все зависит от Microsoft С ихними Sony хитро выебанными комиссиями За выпуск программного обеспечения Обновлений и апдейтов Но разработчики уже заверили фанатов Что петюны уже ста пудов Получат дополненьки бесплатно Заебак же ж ведь И кстати А вы знали, что в Ведьмаке 3 Дикая охота Геральт отправится на поиски Таинственной силы Под названием Дикая охота? Вот это, блядь, поворот! Пока все пристально вглядываются В свои мониторы В надежде рассмотреть И разузнать все Про новинки с выставки Я-3 На свет понавыходили Некоторые привлекательные И распиздастенькие игрульки Джоэль и Элли Отправились в нелегкий путь выживания В зеленом постапокалиптическом мире На пути сладкой парочки Стоит не только Орда Инфицированных грибком мутантиков Ну и мародеры, бандюки И прочие тронувшиеся вурдалаки Которым только дай мобилку с блютузом И камерой позвонить Игрокам также доведется испытать на себя Жестокие сцены насилия И зрелищные пейзажи отвоеванного природой города Правда, не всем игрокам А только обладателям третьей пойки Мэг Уаннер, Даг Полш Приключенческий экшен с великим И незабвенным ктулху В 2050 году Один молодой перец отправил всё Проходить распиздастую учебную программу И начался... Адовый ад По сути, вся учебная комната Представляет собой одну большую Тренировочную платформу для испытаний Перемешанную с элементами платформера Головоломок и пизделки С ужасными монстрами Игрулька вышла на Xbox 360 PlayStation 3 И слабых пизюнах Если вы всегда мечтали о Портал 3 Или хотя бы его подобии Вливайтесь! Neverwinter Ну тот самый Neverwinter из серии Dungeons & Dragons Который ничего общего Не имеет с Neverwinter Nights Вышел на платформе бесплатной игры Проект станет первой полноценной Многопользовательской онлайн Игрой в серии Действие будет разворачиваться В городе Neverwinter И на прилежащих ему окрестностях По сюжету на город нападает королева И понеслась пизда в рай Игрокам, естественно, необходимо защищать город Пиздить восставших трупов И дротить, дротить, дротить Эксклюзивно накачанные мужики И эксклюзивно раздетые тёлки Появятся эксклюзивно на PlayStation 3 Tekken Revolution продолжит традицию серии файтингов В новой бесплатной обёртке Играть теперь можно будет в онлайне Попутно тратя честно заработанное бабло На различные поебенечки В различных режимах игры Всего в игре 12 персонажей За 8 из которых можно будет Поиграться Пиздлявый наёмник Дэгпул вырвался Чтобы покорять умы геймеров Activision постаралась Сделать свой антигеройский экшен Как можно более атмосферным И зрелищным Приправив его разномастным И даже почти не петросяновским юмором Игрокам предстоит приготовить Мистеру Синистеру Холодное блюдо мести Попутно расхуяривая врагов Разнообразными комбо-ударами Не без использования катан и огнестрельного оружия Ну и конечно же Встретиться с известными супергероями Включая Росомату и Домино Relic Entertainment решила заморозить командиров и рядовых солдат В жестоких климатических условиях русской зимы Company of Heroes 2 представит игрокам множество Новых тактических возможностей С использованием снегов, морозов и заледенелых рек В игре появится режим Театр Войны Где игроки смогут переиграть Переломное сражение Второй Мировой Войны Джек Энвей, вернувшись из Вьетнама Понимает, что обычное общество не для него Поэтому в Right to Hell Retribution Игрокам предстоит лицезреть Небритого послатого байкера Который решает отмустить Банде Рука Дьявола За уничтожение его прежней команды Дипсилва стала одной из немногих компаний Которая действительно Выпустила свой приключенческий экшен С Блэк Джеком и шлюхами И Бойлом И драками, и байками, и рок-н-роллом С наркотой и ёблей После удачно выполненной миссии Кажется, всё И пока вам нечем заняться Попробуйте потыкать лайки под видео Подписаться на канал Говорят, это забавно Откнуть на мухомор И не забываем также Заходить на GameBomb.ru За трейлерами, скриншотами Обзорами И новостями Ну, чтобы не потерять ощущение Виртуальности Домашнее задание на лето У вас есть Поэтому можете приступать До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok